Беатрис Поттер Сказка про Олли Кроллета Жил да был крохотный крольчонок, и звали его Оливер Кроллет. Однажды утром Олли сидел на пригорке и настороженно поводил ушами. Невдалеке цокали копыта маленького пони. По дороге катилась двуколка. Правил мистер Макгрегор, а рядом с ним сидела миссис Макгрегор в своей самой лучшей шляпке. Едва они проехали, маленький Олли спрыгнул на дорогу и поскакал в гости к родным, которые жили за садом мистера Макгрегора в лесу. Много-много норок вырыли кролики в том лесу. В самой чистой и уютной норке жила тетушка Оливера. Ее дочери Пышка, Плюшка и Помпушка. И еще ее сын Питер. Питер Пуш приходился к кузенам, маленькому Оле Кролиту. Тарушка миссис Пуш была вдовой и зарабатывала на жизнь вязанием. Она вязала из кроличьей шерсти пушистые муфточки и варежки. Как-то раз я тоже купила на рынке пару таких варежек. А еще у нее была лавка под вывеской «Чай и табак». В ней она продавала травы – розмариновый чай и душистый кроличий табак, который мы называем лавандой. Олле Кролиту не очень хотелось видеть тетушку. Он обижал дом миссис Пуш, замахнато еле и чуть не свалился Питеру на голову. Питер Пуш одиноко сидел и грустил, зябко кутаясь в красный носовой платок. «Питер!» – прошептал маленький Олле. «А где же твоя курточка?» «Ее теперь носит садовое пугало мистера МакГрегора», – печально ответил Питер Пуш и поведал, как едва унес ноги от грозного мистера МакГрегора с граблями и как лишился курточки и башмаков. Олле Кролит присел рядом и рассказал кузену, что мистер МакГрегор вместе с женой укатили в двуколки. И, видать, на весь день, потому что на миссис МакГрегор красовалась ее лучшая шляпка. «Вот бы дождик пошел!» – вздохнул Питер и промочил бы их как следует. Тут из норки раздался голос старушки миссис Пуш. «Плюшка, плюшка, сбегай за ромашками!» «Теперь уже хорошая прогулка. Пожалуй, им не пойдет на пользу», – сказал Питер Пуш. Кузены взялись за руки и пошли по лесной тропинке. Вскоре они оказались у кирпичной стены, окружавшей сад и огород мистера МакГрегора. Крольчата влезли на ограду и увидели пугало в голубой курточке и башмаках Питера. А еще на пугале был берет с помпоном, который прежде носил сам мистер МакГрегор. «Джентльмены не лазят под калиткой, рвется одежда», – заявил Олли Кролит. «Если нужно попасть в огород, гораздо удобнее спускаться по старой груши». Питер Пуш стал спускаться, но сорвался с груши и брякнулся головой озимь. Впрочем, ушибся не сильно. Земля под деревом оказалась мягкой. Здесь рос зеленый салат. Много-много крохотных следов оставили на грядке крольчата. И особенно маленький Олли. Недаром он носил маленькие башмачки. «Сперва надо забрать у пугало твою курточку», – сказал он Питеру. «А платок нам еще пригодится». Они сняли с пугало курточку и башмачки Питера. Но ночью шел дождь, и в башмачках было полно воды, а курточка будто скукужилась. «Да, беретик великоват», – заметил Олли, нацепив его на уши. «А в платок наберем луковок и отнесем подарок тетушке». Но Питеру было не по себе, ему то и дело чутились какие-то тревожные звуки. А маленький Олли чувствовал себя замечательно и радостно уплетал салатный лист. Он сказал, что вместе с отцом, старым мистером Олли Вером Кролитом, частенько захаживает сюда за салатом для воскресного обеда. И в самом деле салат оказался необыкновенно вкусным. Но Питер Пуш есть не стал. «Мне ничего не хочется», – грустно сказал он, – «хочется только домой». Уголок платка выскользнул из кулачка Питера Пуша, и половина лука просыпалась на землю. «Ладно», – сказал маленький Олли, – «пошли домой». «Но с этим луком мы не заберемся на грушу». И он храбро потопал напрямик в другой конец сада. Олли, Кролит и Питер Пуш шагали по дощатой дорожке под стеной из красного кирпича, залитой ярким солнцем. На ступеньках мышки новодома сидели мышаты и грызли вежневые косточки. Они хитро перемигнулись, будто хотели скрыть от крольчат какую-то тайну. Уголок платка снова выскользнул из кулачка Питера Пуша, и лук опять рассыпался. Питер и Олли собрали луковки и снова завязали в узелок. Вскоре Питер Пуш и Олли Кролит вышли к теплице, где стояли цветочные горшки, рамы и кадушки. Теперь тревожные звуки слышались Питеру еще отчетливее. От страха глаза его стали круглыми и большими. Питер Пуш шел всего шага на два впереди кузена и вдруг замер. За углом крольчата увидели кошку. Питер с узелком и Олли тотчас юркнули под большую перевернутую корзину. А кошка почесала за ухом, встала, потянулась, подошла к корзине и обнюхала. Мурлук! Видно, ей понравился запах лука. Во всяком случае, она уселась на корзину. Так она просидела пять часов. Я не могла нарисовать Оли и Питера под корзиной, потому что там было темно, да еще ужасно пахнуло луком, отчего крольчат все время текли слезы. Уже и солнце опустилось за лесом. Близился вечер, а кошка все сидела и дремала на корзине. Вдруг послышался легкий топоток. Из кирпичной стены посыпалась и звездка. Кошка подняла голову. По стене прохаживался старый мистер Оливер Кролит. Он нервно курил трубку душистого кроличьего табака. Мистер Оливер Кролит искал сына. Он приготовил для Оли прутик, который держал за спиной. Старый мистер Оливер Кролит был весьма невысокого мнения о кошках. Докурив трубку, он решительно спрыгнул на кошку, сдернул ее за хвост с корзины и пинком отшвырнул в теплицу. Ошеломленная кошка даже не успела выпустить когти. А мистер Оливер Кролит ловко защелкнул замок на двери теплицы. Потом мистер Оливер Кролит вернулся к корзине, вытащил за уши своего сына Оли и высек прутиком. Точно так же он поступил и с племянником Питером Пушем. Потом Оливер Кролит вытащил из-под корзины узелок с луковками и зашагал к выходу из сада. А мистер МакГрегор, вернувшись домой Докла, еще ломал голову над загадками, ведь оставил кто-то множество маленьких следов по всему саду. Кто же был этот непрошенный гость в крохотных деревянных башмачках? И еще мистер МакГрегор гадал, как кошка, забравшись в теплицу, ухитрилась запереть дверь снаружи. Когда Питер вернулся домой, мама его простила. Она обрадовалась, что нашлись башмачки и курточка. Питер с плюшкой аккуратно сложили, убрали носовой платок, а старушка Миссис Пуш связала тесемкой луковки, подвесила к потолку среди пучков лесных трав и листьев душистого кроличьего табака. А сейчас предлагаю сделать маленького кролика. Для работы нам понадобится лист белой бумаги, лист оранжевого картона, ножницы, клей, простой карандаш, розовый карандаш или фломастер, черный, фломастер или карандаш. Из оранжевого картона вырезаем круг диаметром 11 см. Это у нас будет морковка. Из белой бумаги вырезаем круг диаметром 5,5 см. Это будет мордочка. И две лапки. Круг диаметром 2,5 см. Вырезаем также ушки. Рисуем на мордочке глазки, носик. Раскрасим ушки розовым фломастером. На морковку хаотично наносим черточки. Сгибаем большой круг пополам. Приклеиваем ушки к голове. Голову приклеиваем посередине сгиба к морковке. Наклеиваем две лапки. Наш кролик готов. Приклеиваем две лапки. 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 Продолжение следует...